МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите телевизионный проект «Большие города». Менее чем за год мы проехали более 80 тысяч километров и продолжаем свой путь. Мастерские, ремесленников и крупнейшие заводы. Самодеятельность и высокое искусство. Все, что производится, создается и творится казахстанцами, не остается в стороне от съемочной группы. В ракурсе камер больших городов, огромная страна, настоящий Казахстан. Без различия по размерному признаку, для нас все города большие. Об отдыхе можно мечтать и рассуждать бесконечно. Как с бешеной скоростью рассекаешь пространство, и горный ветер обдувает твое лицо. Или плыть по горному озеру, ощущая эту прохладу, когда знаешь, что в городе сейчас душно и жарко. Или часами стоять, выжидая, как хищник добычу. Но все эти грезы развеиваются, когда оказываешься в горах Карасайского района, которые усеяны зонами отдыха со всеми этими развлечениями. Близлижайший мегаполис Алматы обилие активных туристов давно приручили, если не сказать, одомашнили горы Зайлийского Алатау. Нет культура ночевок под луной в палатках и посиделок у вечернего костра с гитарой, конечно, никуда не ушла. Но этот отдых лишь для тех, кто совсем хочет отдалиться от себе подобных, оторваться от цивилизации. А вот развлекательные комплексы, каких становится все больше, это территория для семейного досуга на уикенд. В редких случаях постояльцы баз задерживаются на дольшее время. Засиживаться на одном месте нет смысла, ведь от города тут всего около 40-50 километров. В любые следующие выходные сюда можно вернуться вновь. Впрочем, и за эти два дня отдых может утомить не меньше обычных будней. Особенно, когда предлагается такой охват занятий. Рано проснись, чтобы успеть к утреннему клёву, прогуляйся по склонам гор, оседлай и совладай с ретивым скакуном, постарайся не быть подстреленным в пейнтбольной перепалке, поднимись следующим утром и попробуй это повторить вновь. Юные туристы здесь озадачены не меньше. Развлекательные программы с аниматорами, игровые площадки, аттракционы, тематические праздники, готовы увлечь детей интересными приключениями на земле и воде. Всё это сполна они могут получить и в лагере, где сейчас, кстати, самый сезон. Сегодняшнее утро обратило вожатых парней в девушек и наоборот, что, собственно, случилось и со всеми детьми в лагере. Таков день гендерного равенства. Каждый воспитанник сегодня для обмена одеждой впустил в свой чемодан ребят из другого отряда. Детский оздоровительный лагерь «Тан» действует второй год. За сезон его посещают 150-170 человек со всего Казахстана. Все эти удобства созданы скорее для спокойствия родителей. Детям же важнее не где жить, а чем заняться в период своих каникул. Весь груз этой ответственности на плечах, естественно, вожатых. Вожатые у нас проходят строго кастинг. Это все студенты высших педагогических учебных заведений города Алматы. На кастинге участвовало 170 человек. Отобрали мы 16 человек. В основе развлекательно-познавательной программы «Тан» – методика лагерей «Артек» и «Балдаурен». Схожие танцы и движения под трендовые хиты современной поп-музыки встречаются на многих детских базах Алматинской области. У нас есть костяк, есть единообразовательная программа, утвержденная с департаментом образования Алматинской области. Конечно, идет корректировка. Это благодаря нашим детям, их инициативе, их желаниям. И, конечно же, прежде всего, это исходит от моих вожатых. Очень много ноу-хау. Во многих лагерях нет того, что это есть у нас. Я могу этим похвастаться. Самый запоминающий – это, конечно, детям нравится конкурс «Джентльмена» и конкурс «Королева красоты». Это незаменимая часть любого детского лагеря. Карасайский район был образован 31 января 1929 года. Первоначальное название района было «Калининский» с центром в городе Каскелен. Численность населения района по состоянию на 1 января 2014 года составляет 290 тысяч человек. В Каскелене же живет около 64,5 тысяч. Город Каскелен является административным и культурным центром Карасайского района. В районе работают 25 крупных предприятия. Объем производства промышленных предприятий за первое полугодие 2014 года составило 91,7 миллиарда тенге. Этот показатель в сравнении с прошлым годом вырос на 14,8 миллиарда тенге. В малом и среднем предпринимательстве зарегистрировано 14 331 субъектов. На сегодняшний день в предпринимательской деятельности занято 56 021 человек. В период реализации государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» было предложено 16 проектов на сумму 9,1 миллиарда тенге. Среди них строительство завода по выпуску хлебобулочных изделий. Общая стоимость – 271 миллиарда тенге. На предприятии откроется 250 новых рабочих мест. В 2013 году закончилось строительство фармацевтического завода «Келункасфарм» по производству инфузионных растворов. Наше предприятие, работаем на рынке Казахстана, работаем 15 лет. Данное предприятие, мы были представителями завода «Келункасфарм». Сейчас работаем, открыли завод, перенесли производственную площадку в Китай. Это производство целится обеспечивать Казахстан и страны СНГ. Мощность фармацевтического завода – 60 миллионов лаконов в год. Будем начинать с позиций, которые более востребованы и более известны. А дальше у нас собираемся выпускать, на заводе будут выпускаться более 150 наименований препаратов. Это будут ампулированные, также инфузионные растворы. На пороге больших достижений стоит и еще одно молодое предприятие Карасайского района. Молочно-товарная ферма – проект государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. Мы запустились, коров привезли 16 декабря, вернее 9 декабря, 16 декабря у нас первый отел произошел, первый отеленка у нас уже появился на свет. На реализацию проекта ушло 2,3 миллиарда тенге из собственных средств предприятия и кредитов от Казаграфинанса. Оборудование для фермы поставили голландцы. Здесь у нас чесалки стоят механические, телята, коровы приходят сами уже, если им что-то надо, пойти почесаться. Здесь это кормовой стол, то есть это современный кормовой стол. И здесь корм раздается нашим кормораздатчикам. В этой ферме как бы у нас вентиляционные камины, которые датчик работают. Если в зимнее время, если холодно, она сама по себе закрывается, в летнее время она открывается. В этом месте находится от 3 месяцев до 6 месяцев. И продолжая, в телятниках находится до 2 лет. То есть телята осеменяются уже когда поднимаются 16, 17, 15 месяцев, можно сказать, да, уже осемнение идет. До 2 лет они уже полноценно становятся коровами. На полную мощность ферма намерена выйти к концу следующего года. К тому моменту в коровниках будет стоять около 780 буренок. Доельный зал у нас название «Параллель» называется. Здесь одновременно дуются 40 коров. С одной стороны, с левой стороны 20 коров, с правой стороны 20 коров. То есть здесь все полностью автоматизировано. У коров, которые находятся чипы, здесь она считывается. Дойка, когда идет полностью, здесь будет показываться, то есть сколько молока надоелось. Здесь две доярки находятся внутри. Одна доярка дует 20 коров с этой стороны, одна доярка дует с левой стороны. То есть, у каждой коровы индивидуальные тряпочки есть, эти кнопки, доярки, сидят сами, определяют, кнопки нажимают, например, всякие, открывают, вот, например, подталкивающие ворота, да, дойка закончилась, ворота подталкивает и выгоняет уже на ту сторону. Когда, как вот такой поток машин в страну, вливаются зарубежные инвестиции и иностранный опыт, происходит невероятный процесс, как на шелковом пути идет обогащение разных культур. Кто-то получает денежную выгоду, кто-то знание. Так или иначе, это эволюция. О новых современных казахстанцах и их достижениях вы узнаете в следующем выпуске «Больших городов». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok